Более двух тонн некачественной продукции было снято из торговли в крупнейших супермаркетах и рынках города. В основном это мясная и молочная продукция, привезенная со стран Таможенного Союза. В целом, санитарно-эпидемиологическая ситуация по области за минувший год относительно стабильная. Удержим показатели уровня инфекционных заболеваний. Улучшилось и состояние обеспеченности населения региона доброкачественной питьевой водой, которая составила 90,5%. Об этом и других итогах деятельности Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг рассказали на площадке региональной службы коммуникации. За минувший год в области не было зарегистрировано ни одного случая заболеваний холеры, бешенством, брюшным тифом, дифтерией и другими опасными заболеваниями. Удержан показатель уровня инфекционной заболеваемости. Ситуация с острыми кишечными инфекциями стабильно отмечается снижением заболеваемости на 9 случаев по сравнению с 2018 годом. Касательно питьевой воды, то эпидемиологических осложнений не было допущено. Основная проблема по микробиологическому состоянию воды наблюдается в паводковый период, который не превышает норму 5%, отметил руководитель Департамента. В 2019 году было завершено строительство 14 централизованных водопроводов, реконструировано 8 водопроводов по области. По итогам 2019 года показатель обеспеченности населения области доброкачественной питьевой водой составил 90,5%, а в 2018 году было всего 86%. То есть на 4% улучшится качество обеспеченности питьевой воды. Из 432 населённых пунктов подключены водопроводом 211 населённых пунктов. На контроле Департамента 378 общеобразовательных организаций. В этом учебном году 94% школ обеспечены горячим питанием. Стоит отметить, что Западоказахстанская область входит в тройку регионов, где учащиеся первых-четвёртых классов обеспечены бесплатным питанием. В рамках мониторинга безопасности продукции в крупнейших супермаркетах и рынках города было отобрано более 3000 проб пищевой продукции и товаров промышленной группы. Большинство товаров являются импортированными из стран Таможенного союза. По результатам экспертизы 680 проб не соответствуют требованиям технического регламента. В результате лабораторной экспертизы в 22 пробах пищевой продукции обнаружено несоответствие по микроэкологическим показателям. Из них 16 проб производства Российской Федерации, 5 проб соотечественных производителей и 1 проба Республики Беларусь. Несоответствие обнаружено в мясо мясной продукции, птице продукции и молокомолочных продукциях. Обнаружено несоответствие по микробиологии, то есть считается как опасная продукция. Составлено 12 протоколов, подготовлено, выдано 186 предписаний. В рамках мониторинга изъято и возвращено поставщикам 2854 килограмма, то есть 2 тонны продуктов возвращено поставщикам. Всего за минувший год департаментом было проведено порядка 3000 проверок. Наложено более 1200 штраф на общую сумму 59 миллионов тенге. В суд передано 19 материалов. Альбина Кубургалева, Рустем Ищанов, Алтамбек Абделов, телеканал Акжаик.